Всем привет! Саляму алейкум! Наконец наступил этот день! Сегодня я буду делать хиджаму и постараюсь для вас поснимать. Сделаю такой небольшой обзор и покажу вам до и после. Ух, как давно я этого ждала! Я целый год никак не могла сделать эту хиджаму и, наконец, сегодня буду делать. Так что, надеюсь, мой личико сегодня освежится и потянется. Погода сегодня нелётная. Дождь идёт с утра. Посмотрите, какая красивая осень в Грозном даже. Столько листьев. Я пришла в салон, сейчас нахожусь здесь. Здесь работает моя подруга и очень давний мастер. Она мастер со стажем. Она работает уже... Сколько лет ты работаешь? 17 лет. 17 лет ты работаешь. Я знаю только 13 лет тебя. Представьте, какой у неё стаж. У неё просто золотые руки. Её зовут Зарема. Я оставлю ссылку твоего инстаграма. Она специалист по окраске волос. Она очень хорошо красит волосы и особенно переплощает брюнеток, блондинок. Очень-очень хорошо она это делает, да? Как называется твоя профессия, я забыла, по окраске? Технолог. Она технолог. Посмотрите, у этого технолога сколько у неё продуктов. Сейчас я вам подробно покажу. Так, мой самый красивый мастер в Грозном. Зарема. Спасибо, Зарема, за такой приятный комплимент. Вала, это правда. Честно, она очень-очень хороший человек. Очень хороший мастер. У неё золотые руки. Тоже скажу и про оператора. У неё, посмотрите, сколько у неё продуктов. Она просто, я говорю, Зарем, по-моему, у тебя у одной в городе столько продуктов. Это вообще обалдеть, посмотрите. И она берёт всё самые лучшие краски. Она ездит в Питер, в Москву, куда только не ездит. В общем, посмотрите, у неё проходят тут семинары. Посмотрите на её сертификаты. Это я знаю, что ты ещё не все сертификаты повесила. Потому что здесь нет места развешивать её картины. Но это очень крутой мастер. Честно, девочки, она очень хорошо делает свою работу. Это всё её вот это богатство. Молодец. Тут твой Машал, а дай лав тебе, чтобы ты ещё лет до 90 работала. Спасибо тебе. Взаимно. И вот их салон. Посмотрите, какой красивый у них салон. Так чисто, так уютно. Всё у них. Мастера педикюра. Всё у них есть. Сейчас я жду хиджаму. Она пошла попить чай, отдохнуть. Потом я поснимаю ещё хиджаму. Какой только цвет я не красила у Заремы волос. Сначала была брюнеткой. Потом перекрасилась в рыжую. Потом я стала блондинкой. Да, Зарем? В общем, всё время я как только не перевоплощалась, наращивала волосы, отстригала, делала каре. Последний раз Зарема меня подстригла. У меня было каре. Я ещё тогда не носила платок. Потом надела платок. Сейчас вообще волосы не трогаю. Сейчас у меня вот такая длина уже. Длинные волосы. Зарема удивляется, что у меня так быстро вырос волос. У меня действительно волос уже вот такой вот длинный. Вот так вот. Так что я очень часто экспериментировала именно у Заремы. И хочу показать вам куртку тоже. Посмотрите, эту куртку я купила в магазине Зара в Стамбуле. Не куртку, а безрукавка. Она мне очень нравится. И такая вот оверсайз кофта. Вот так вот я хожу в Грозный. Да, вот именно. Я была очень давно здесь. Я к тебе давно хотела попасть. Но всё дело в том, что я очень ленивый человек. Так, мне матч снимать надо, да? Да. Короче, я уже снимаю видео. Она у меня благо спросила, тебе обезболивать или нет. Ну, конечно, я выберу вариант обезболивать. Но если обезболить, говорят, эффект не тот или это всё чебуха, да? Это всё подрассудки. Так. Всё, моя мечта сбылась. Наконец-то я буду делать хиджаму. После её хиджамы я действительно помолодела лет на пять, да, помнишь? У меня даже мама заметила, говорит, у тебя нос прям такой стал тоненький. Да, да, ты же всего из-за носа радовалась. Да, нос уже опускается. Ну, скоро лет, лет через десять он у меня вообще, наверное, будет большую такую картошку. Ну, как обычно у бабушек бывает. Как? Котлярку почаще делай, ничего не опустится. Ничего не опустится, да? Ох, какая красота. Заз, расскажи мне вообще, для чего нужна копиллярная хиджама, пожалуйста. Да, я ещё раз послушаю. И мои подписчики тоже хотят послушать. При микрограммировании кожи стимулируется выработка коллагена, эластина и также усиливается циркуляция крови, ткань, насыщение ферментативное, кислородом, выравнивается тон лица. Ой, какая красота. Ткань подтягивается, ованы подтягиваются, потом что у нас там ещё было, сужение пор. Ну, капилляры пропадают, есть у кого купероз. Короче, я буду красивошная? Конечно, ты будешь потрясающая. Миша, я очень хочу. Очень хочу. Руки болят, а мне меньше всего. Какой шикарный массаж. Она моет мое лицо. Ой, какая красота. Она мне поэтапно такие классные процедуры делает перед хиджамой. Но вот что делает, это медицинская тайна. Придите и сами посмотрите к ней. Сейчас этап обезболивания прошёл. Она меня обезболила. И будет сейчас закрывать плёнкой, да, Зас? Да, за 20 минут. Это и перестанет действовать. А-а-а. И чтобы пока действие не наступило, надо плёночкой прикрыть, да, чтобы не высохло. Да. Хиджама, это вам не халам-балам. Не так, знаете, пришли, кому попало. Это должен делать мастер. Со стажем. Заза уже много лет, она... Ты приехала из Дагестана, да, сюда, в Чечню, Заза? Это Ставропольского края. А, Ставропольского края. Я родом из Дагестана. Родом из Дагестана. Работает в Чечне и живёт. Номер телефона я оставлю в ссылке, в шапке, профиль. В ссылке, говорю. В шапке, профиль, если кому интересно. Хотя у меня многие, по-моему, не из Чечни смотрят. Многие девочки, щенки из Европы смотрят. Но если когда приедете в Грозный, обязательно это сделайте. Не пожалеете. 20 минут буду лежать так? С лабонервным не смотреть. Сейчас она мне делает вакуумный массаж. До чего? До притока крови. Ну, если она же сгущается, это застойная кровь в капиллярах. И плохо может доходить. Более лучше почистилась, лучше разогреть. Плюс ещё прорабатываются мышцы лица. Мога закруглась. Ой, жесть. Ты знаешь, как даже зрение улучшается, когда прорабатываешь круговую мышцу глазу. Но если каждый день её прорабатывать, просто пальчиками даже. Сверху от внутреннего, конечного угла, и снизу от внешнего к внутреннему. Половокна. Даже грыжа бывает. У меня вот тут вот грыжа в углу. Вот. Да, видно, да, её? Надо вот спазм зарабатывать. Массаж нужно делать? Массаж, да. Я думаю, что её нужно удалять. Нет? Попробуй. Я тебе покажу потом. Здесь она у меня уже сделала капиллярную хиджаму на этой стороне. Теперь другая сторона. Всё, обрабатываем. Ой, лучше не смотреть, наверное. Чуть-чуть опустили. Нет, не лицо, а руки. Крой сразу не выходит. Ну, в разных зонах по-разному. Где-то выходит, где-то не выходит. Угу. В зависимости от наполненности капилляров. От близости их расположения. Поехали. Уга. bug. Продолжение следует... Мне кажется, эта сторона у меня такая прям... Кофе... Как говорят? Кофе с молоком, да, Боже? Такая свежая стала, да, вот эта сторона? Да, да. Мне кажется, прям омолодилась. Омолодилась и посвежала после... Посвежала. Угу. Я вот прям вижу, мне эта сторона очень нравится после процедуры. Потому что действительно у меня... Чем больше насечек, тем больше коллагена. Угу. Это такой... Как природный коллаген, да? Или как называемый? Органический. Органический. Вот так вот. И не надо ничего колоть. Есть вот такие вот методы натуральные. Сейчас ты высасываешь... Как ты сказала? Высасываем застоявшуюся капиллярную кровь для притока новых клеток крови, которые напитают нашу кожу кислородом, макро-микроэлементами. Плюс еще прорабатываем мышцы лица. Такой своеобразный вакуумный массаж. Так, как бы мне снять, чтобы поближе показать? Посмотрите. Какая красота. Несмотря на эти вот царапины, они пройдут через 3-4 дня. Все пройдет, все заживет. Посмотрите на мой нос. Он у меня прям маленький стал. Супер просто. Ага, я уже все. Омолаживаюсь. Посмотрите, какой маленький. Заз у меня действительно носик прям маленький стал. Отек спал. Она говорит, что мышцы слабеют и оттекает нос, да? Я правильно? Да. Лимфоотток. Лимфоотток? Оттекает. И как лимфоотток собирается, и оттекает нос. Ну, отек с носа. Это с годами происходит, да? Это происходит от нарушения лимфатических. Это может быть и как у 15-летней, так и у 15-летней, и у 50-летней. Ну, я прям помолодела. Это еще у меня оттек лица. Через 3-4 дня вообще будет все хорошо. Полный эффект через 2 недели. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова